Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. Батюшка, благословите повеситься. Статья в группе ВК Православия за 12 февраля 2021 года. Более 10 лет назад произошел у нас на приходе такой случай. Я тогда был алтарником у настоятеля храма Донской иконы Божьей Матери в городе Мытищи, отца Анатолия Проскурин. Пришел к нему человек и говорит, батюшка, жизнь не мила, благословите повеситься. Сами понимаете удивление батюшки. Но отец Анатолий выслушал его, объяснил, что заканчивать жизнь самоубийством страшный грех, а жизнь человека бесценный дар Божий. Но человек не внимал словам священника и продолжал уговаривать благословить его на самоубийство. Тогда отец Анатолий сказал так. Хорошо, только когда будешь вешаться, скажи следующее. Господи, душу свою отдаю тебе, а тело мое вам бесы. Почему отец Анатолий дал такой совет, и что он чувствовал в этот момент, для меня до сих пор остается загадкой. Но человека это устроило, и он ушел с четким планом, как поступить. Конечно, сейчас-то я понимаю, что отец Анатолий, безусловно, молился за этого горемыку. Не мог же батюшка позволить совершиться такому страшному греху и погубить душу и этого человека, и свою, так как взял на себя ответственность перед Богом за несчастного. Дальше было самое интересное. Через некоторое время прибегает, именно прибегает этот человек, и дрожа как осиновый лист, начинает сбивчиво рассказывать, что с ним произошло после того, как он ушел от отца Анатолия из храма. Пришел я домой, взял веревку, встал на табуретку, накинул петельку себе на шею и сказал все слово в слово, как вы мне сказали. То есть, Господи, душу свою отдаю тебе, а тело мое вам, бесы. И после того, как я это сказал, то почувствовал леденящий холод неких существ рядом с собой. Это были бесы, которые сказали мне, не нужно нам твое вонючее тело, нам нужна твоя душа. Стоит ли говорить, что после такого откровения этот бедолага выпрыгнул из петли и побежал обратно в храм к отцу Анатолию. Что с ним сейчас, я не знаю, но надеюсь, что все у него хорошо. Бог тогда его спас. История эта случилась в начале нулевых, а в 2004 году отец Анатолий отошел ко Господу и теперь молится за нас у престола Всевышнего. Батюшка, благословите повеситься. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова